Этот электропоезд сегодня отправился в свой первый рейс после перезагрузки. Четыре вагона метро обновили от и до. Полностью заменили сидения и поручни. Установили камеры видеонаблюдения, записи с которых хранятся до 15 дней. Для инвалидов-колясочников организовали специальную зону в главных вагонах. Также смонтировали новую систему освещения – светодиодную, что особенно важно для слабовидящих граждан. Вагоны оснастили надежной автоматической системой пожаротушения, а сидения теперь с антивандальным покрытием. По словам сотрудников метрополитена, периодически находятся любители прокатиться на сцепках между составами. Теперь им этого не удастся. Там установили специальные предохранители. Преображение подвижного состава стало возможным благодаря реализации государственной программы развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы развития пассажирского транспорта в Самарской области. Власти намерены продолжить поэтапное обновление парка метрополитена. Программа дальнейшего капремонта сверстана еще на три года. В 2022 году мы 7 вагонов обновляем, 10 вагонов в 2023 и остаток вагонов все обновляем на 2024 год. Подчеркиваю, что метро и рельсовый транспорт – это та перспектива общественного транспорта, которое не имеет права, а должна быть и она будет. В день метро перевозят порядка 30 тысяч человек. Одна из главных задач городских властей и муниципального предприятия «Самарский метрополитен» – сделать поездку комфортнее и безопаснее. К 2024 году все вагоны будут капитально отремонтированы без перепробегов и, самое главное, не будет превышено срок их нормативной эксплуатации. Пассажиры, которые уже успели прокатиться на других обновленных составах, оценили их преимущества перед старыми вагонами. Все устраивает хорошие вагоны, светло и удобно. После капремонта срок службы вагонов продлевается на 15 лет. Подается заявка на приобретение еще одного нового электропоезда. Это связано с предстоящим строительством станции «Метро театральная», которая свяжет отдаленные районы Самары с историческим центром. После введения станции в эксплуатацию пассажиропоток, конечно же, увеличится, а интервал движения поездов, который составляет сейчас 10 минут, планируется сократить. Согласно расчетам, оптимальное время – порядка 6 минут. Специалисты считают, что для выполнения этой задачи новый поезд будет хорошим подспорьем. Мэри Елчан, Григорий Пешаков, События.